здравствуйте дорогие рукодельницы я рада вас приветствовать на своем канале мир рукоделия творчество меня зовут елена сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию такого чудесного красивого необычного пледом который связан крючком также в этой части мастер-класса в этом видео вы увидите первое как вяжется плед принцип вязания пледом я вам буду показывать как вяжется каждый ряд узора во второй части мы с вами будем соединять мотивы между собой я покажу вам каким образом это сделать для этой модели пледа в третьей части я расскажу вам о пряжи из которой можно связать данную модель пледа и в четвертой части это самое интересное я вам расскажу почему именно эту модель пледа необходимо связать бабушкам мамочкам беременным девушками женщинам и также вы можете этот плед подарить в качестве подарка на рождение ребеночка данный мастер-класс предназначен для начинающих рукодельниц которые осваивают технику вязания крючком и с данной моделью пледа справится любая рукодельница потому что он вяжется быстро легко просто и вязать его очень интересно если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подпишитесь я думаю на моем на канале вам будет интересно и обязательно включите колокольчик на все оповещения чтобы не пропустить интересную информацию а также обучающие видео уроки по вязанию крючком и спицами и мастер-классы также на канале мы в дружной компании рукодельниц вяжем совместные проекты которым вы можете присоединиться в любой момент и вязать вместе с нами как я уже ранее говорила схемы вязания мотивы у меня нет вязала мотив я по фото пледа который нашла на просторах интернет а также у меня есть другие фотографии данного пледа вы можете если у вас есть желание посмотреть их пройдя по ссылке которую указано в описании под видео в инфобоксе все схемы выкройки также фотографии я стараюсь публиковать на моем втором канале на яндекс дзен название канала мир рукоделий творчеством вязания если вам интересно проходите по ссылочкам и смотрите фотографии пледа вижу я очень давно и у меня вот осталось есть остатки пряжи очень яркая пряжа как раз она идеально подойдет для вязания этой модели пледом все время повторяюсь этой потому что я подобрала сейчас пряжу который будет идеально для вязания пледом я буду вязать из пряжи пехорка торговая марка название пряжи детская новинка это детская серия это очень популярная пряжа среди рукодельниц кто-то ее любит кто-то нет у меня обзор этой пряжи есть на канале я рассказываю все пряжи показываю вязаные образцы и также показываю вещи которые я вязала то есть часть вещей которые у меня были связаны проходите по ссылочке и также во всплывающей подсказки если вам интересно то посмотрите видео обзор на эту пряжу детская новинка метраж у нее 200 метров 50 грамм это стопроцентный акрил высокообъемные спицы номер три производитель рекомендует цветовая гамма у этой пряжи очень разнообразные цвета есть яркие сочные насыщенные привлекающие вниманием то есть посмотрите какие они просто великолепные также есть приглушенные пастельного пастельные тона то есть на любой вкус и пряжа это относится к эконом серии она недорогая и доступна к покупке каждому и такая вот пряжа но сейчас мы с вами будем я вам буду показывать мастер-класс по вязанию мотива именно из этой пряжи детская новинка повторю что метраж 200 метров 50 граммах схемы у меня как вяжется мотив нет я его буду вязать по фото которая нашла на просторах интернета мне эта модель очень понравилось и я решила вам ее предложить надеюсь она вам тоже понравится и вы обязательно и и свяжите крючок для вязания у меня два с половиной кловы амур страна производства япония приступаем к вязанию мотива набираем цепочку из четырех воздушных петелек раз два три четыре замыкаю ее в кольцо при помощи одного соединительного полустолбика без накида и вяжем первый ряд мотива три воздушных петельки подъема центральную часть кольца провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки центр кольца круга провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в центр кольца круга провязываю еще два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки центр круга провязываем два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки центр круга провязываю два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в центр круга провязываем еще два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и соединяем вожу крючок в третью петельку подъема и провязываю один соединительный полустолбик без накида связали первый ряд узора у нас получилось 6 элементов по 2 столбика с одним накидом между этими элементами 2 воздушных петельки проверяем 1 2 3 4 5 6 приступаем к вязанию 2 ряда 1 2 3 3 петельки подъема и вершину 2 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 3 петельки подъема мы всегда засчитываем за 1 столбик с одним накидом далее парочку цепочки из двух петелек я провязываю 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петельки и в эту же арочку цепочки из 2 воздушных петель провязываю 1 столбик с одним накидом вершину столбика 1 с одним накидом предыдущего ряда провязала 1 столбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязала это по счету третий столбик с одним накидом далее в арочку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом далее вершину столбика с одним накидом провязала второй столбик с одним накидом вершину 2 столбика с накидом провязала 3 столбик с одним накидом и в арочку цепочки из двух петель провязала 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в арочку цепочки провязала 1 столбик с одним накидом вершину 1 1 столбика с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязала 3 столбик с одним накидом и в арочку цепочки из двух воздушных петелек провязываю 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и так далее вяжем до конца второго ряда так у нас элемент состоит из четырех столбиков с одним накидом между этими столбиками элементами по 2 петельки воздушных так я связала один столбик с одним накидом и соединяем вязание с начальным рядом с началом вязание это ввожу крючок в третью петельку подъема и провязываю 1 соединительный полустолбик без накида если у вас будет фалдить вот этот мотив то вы можете сократить количество петель вязать между элементами не 2 воздушных петельки одну и также можно поменять крючок сменить номер крючка данный плед можно вязать из пряжи любой по составу и метражу прекрасно будет смотреться данная модель пледа из любой пряжи и приступаем к вязанию 3 ряда завершающего 1 2 3 петельки подъема и вершину столбика с одним накидом следующего провязала второй столбик с одним накидом вершину столбика провязала еще один столбик с одним накидом далее в арочку цепочки из двух петель провязала один столбик с одним накидом всего получилось у меня 4 столбика с одним накидом с учетом трех петель подъема да и воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязала один столбик с одним накидом вершину первого столбика с одним накидом провязала второй столбик с одним накидом вершину второго столбика с одним накидом провязала третий столбик с вершину 3 столбика с одним накидом провязала 4 столбик с одним накидом и вершина 5 столбика с одним накидом мы свершили 4 столбика с 1 накидом провязала 5 столбик с одним накидом и в арочку цепочки из двух петель провязала 6 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же арочку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом далее вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику с одним накидом в арочку цепочки из 2 воздушных петель и провязываю еще один столбик с один накидом всего должен получиться 1 2 3 4 5 6 6 столбиков с одним накидом 2 воздушные петельки и продолжаем вязать раппорт раппорт у нас состоит из 6 столбиков с одним накидом 2 воздушные петельки и так далее повторяем повторяем вязание раппорта до конца 3 ряда если вас не устраивает скорость воспроизведение видео то вы можете ее уменьшить либо увеличить чтобы разглядеть принцип вязания уменьшите скорость это функция возможно только на компьютере ноутбуке с телефоном и планшета это сделать невозможно 2 воздушных петельки и вот мы провязываем столбик с одним накидом далее вершину столбика с 1 накидами провязала 1 еще один столбик с и соединяем одним полустолбиком соединительным без накида в третью петельку подъема связали вот такой вот мотив давайте сделаем контрольные замеры диаметр круга 6 сантиметров надеюсь вам видно давайте я возьму сантиметровую ленту чтобы вам лучше было видно смотрите если вы будете вязать из-за этой пряжи то диаметр круга 6 сантиметров всего у нас связано 3 ряда это будут такие маленькие небольшого размера мотивы вы можете связать диаметр круга любой принцип вязания вы наверно уже поняли просто добавляете каждый раз в каждом последующем ряду по одному столбику справа и по одному столбику слева таким образом у вас расширяется мотив и увеличивается диаметр круга размеры мотивы могут быть разные как вам захочется и как вам больше нравится у меня связано два мотива сейчас я вам покажу способ соединения данных мотивов между собой и какая красота получилась мотивы вяжутся очень легко просто быстро и вязание пледа я думаю это увлекательное занятие потому что вы тут сами уже решаете какие цвета подобрать как их сочетать комбинировать между собой у каждой из вас у каждой рукодельницы будет свой вариант пледа и все в модели будут по себе прекрасные интересные и неповторимы такого пледа уже поверьте ни у кого не будет единственным экземпляре свяжите обязательно данную модель сейчас я вам покажу мастер-класс по соединению мотивов между собой приступаем к соединению мотивов я взяла иголку с большим ушком вы можете взять любую иглу что бушка было под толщину вашей пряжи она может быть металлическая либо пластмассовая и приступаем к соединению здесь там где мы с вами закончили здесь получилось середина аэропорта и мы соединяем можно перейти то есть чтобы не обрывать нить давайте будем не середины а перейдем вот и такими стежками я надеюсь вам видно к началу соединения мотив то есть я дохожу до 1 воздушной петельки все мы к началу рапорта перешли и теперь соединяем вожу кончик иглы в первую петельку воздушную цепочки далее поворачиваю мотив как неудобно захватываю две петельки слева направо и вывожу нить далее с этой стороны также захватываю две петельки справа налево уже из соединяю то есть следующие уже с другой стороны захватываю две петельки слева направо и проталкиваю иголочку вытягиваю нить и с правой стороны тоже прокалываю иголочку захватываю две петельки вместе вытягиваю нить и так мы сшиваем таким образом мотивы между собой вот по этому принципу то есть нить после вязания мотива вы не обрываете оставляйте необходимый отрезок нити от необходимую длину и вот таким образом сшиваете мотивы сразу же в процессе вязания все просто и быстро связали соединили связали соединили и вы уже будете знать сколько вам как какое количество мотивов необходимое для того чтобы связать плед нужного вам размера все то есть вот у нас мы соединили таким образом вязание так дальше можно продолжить соединять то есть вяжите следующий мотив и тоже его соединяете таким способом таким же образом смотрите как получилось такой вот шов таким образом выглядит с лицевой стороны и с изнаночной все надежно между собой скреплено чтобы выровнять края если вы захотите выровнять вот этот край можно оставить таким образом то есть будет неровный зубчатый край как это у нас получился с вами шестиугольник красивая форма мотива вы можете оставить шестиугольником если вам хоть хочется чтобы край пледа был ровный то вы можете связать половину мотива и пресс присоединить таким же образом к этой части пледа будущего будущего пледа смотрите какая красота получается цвета вы можете комбинировать между собой уже по вашему усмотрению и желанию и вкусу а также из той пряжи которую у вас имеется в наличии которую вы располагаете можно плед связать из пряжи как я уже говорила она может быть любая по составу метражу прекрасно получится плед из любого типа пряжи и давайте сейчас вам покажу каким образом делать помпоны декорировать плед по своему желанию вы можете помпонами светлыми они могут быть разноцветные либо 1 вот цвета как он тоже захочется есть специальное приспособление устройство для изготовления не помпонов они здесь два вида диаметром и немножко отличаются друг от друга здесь вот есть инструкция каким образом их делать есть еще несколько вариантов таких устройств если вы не располагаете вас нет да а специальных устройств для изготовления помпонов то вы можете их сделать шаблон своими руками я если допустим не нужен помпон более большого размера я их делаю сама эти шаблоны вырезаю из плотной картонной коробки почтовой коробки если не приходят посылки допустим в магазине коробки тоже можно найти пустые свободные и главное чтобы комартон был как можно плотнее тогда у вас будет очень хороший шаблон для изготовления помпонов пряжу так это у нас третья часть я рассказываю вам о пряжи я на канале подготовила видео о том какую пряжу лучше подобрать купить для вязания пледов есть у меня видео подборка и вы можете пройти по ссылочке также я оставлю ссылку в описании под видео под в инфобуксе и вы можете посмотреть и выбрать пряжу также все ссылки на пряжу будут указаны в описании под видео для данной модели пледа я уже говорила что я рекомендую купить пряжу пехорка детская новинка может быть она даже у вас есть в наличии в остатках можете задействовать ее и вот так же прекрасно подойдет пряжа детский каприз если вы не любите акрил то здесь уже состав 50 процентов шерсть и 60 даже процентов шерсть мериноса из 40 процентов панфибра такая замечательная пряжа она не очень толстая и прекрасно подходит для вязания детских вещей теплая вот такая вот есть пряжа это детская троицкая здесь уже плед будет более такой плотненький так как нить пряжи виде в форме шнурка тут ведь его здесь вот поближе приближу на камеру как цепочка связано шнур пряжа для ручного вязания метраж 145 метров 50 граммах 20 процентов мериносовая шерсть и 80 процентов акрил то есть детская пряжа очень много выбор большой и разнообразный вы можете вот посмотреть все ссылочки я оставляю вам для удобства в описании под видео потому что часто мои подписчицы меня спрашивают елена из какой пряжи лучше связать плед так как очень много час и часто поступают таких запросов я подготовил специальное видео пожалуйста для интереса пройдите посмотрите надеюсь информация будет для вас полезной и самое интересное я оставила на потом сейчас я вам и расскажу для чего я рекомендую связать данную модель пледа во первых она уникальная неповторимая интересная яркая необычная вяжется легко просто быстро увлекательно и можно связать ее из остатков пряжи той пряжи которую у вас даже есть в наличии лежит в остатках и вы не знаете каким образом ее применить куда использовать вот вам прекрасный вариант связать если у вас нет новорожденных детей также детей до года вы можете связать плед ручной работы и подарить подруги знакомым родственникам друзьям будет прекрасный подарок вы знаете что ручная работа она неоценима и вещи ручной работы высоко ценится особенно теми людьми которые не умеют вязать второй момент то есть цвета подбирайте обязательно яркие сочные как говорят вкусные маленькие дети очень любят яркие цвета они подолгу концентрируют свое внимание они успокаиваются и не отвлекаются меньше плачут и у мамочки появляется но побольше свободного времени потому что ребенок занят он разглядывает цвета такого яркого пледа это первый момент второй момент можно изучать с ребенком цвета как на русском языке так и на других языках любых стран мира ребенок таким образом быстрее выучит все цвета которые вот вы можете подобрать вообще все которые есть цвета их связать вот эти мотивы и потом вместе с ребеночком будете его развивать он у вас очень быстро выучит все цвета и также вот помпоны которые украшают плед они разовьют мелкую моторику ребенка и укрепят пальчики ребенок будет занят он будет перебирать пальчиками эти помпоны будет одновременно играть с ними и развивать мелкую моторику рук вы наверное знаете что если при развитии мелкомоторики рук развиваются быстрее мозг ребенка он будет очень развитый у вас умный сообразительный вот такие советы и рекомендации я вам хочу дать так как я тоже мамочка у меня был опыт по воспитанию и развитию своей дочки я ночами мастерила развивающие игрушки и чтобы у меня ребенок урок где дочка росла умницы и смышленой и быстро развивалась и на самом деле это очень сильно помогло меня дочка отличница творческий человек поет танцует и играет на фортепьяно так что не зря я проводила бессонные ночи для того чтобы днем развивать своего своего ребенка надеюсь вам мои советы пригодятся и вы ими воспользуетесь и обязательно свяжите данную модель пледа на подарок и либо для себя я вязала плед дочки когда была беременна носила ее в животе и тем временем вязала для нее плед спасибо за просмотр видео надеюсь оно для вас было информативным полезным интересным и надеюсь также в дальнейшем что вам будет на моем канале интересным вы будете подписывать подпишитесь и будете постоянными мимо и не зрителями пишите мне в комментариях хочу с вами познакомиться у меня есть подписчицы которые постоянно меня смотрят мы с ними общаемся переписываемся очень приятно я их уже знаю люблю ценю дорожу с вами была елена всем пока пока до новых встреч на моих новых мастер-классах субтитры создавал DimaTorzok димаTorzok димаTorzok